Вот так сказать по-настоящему, как это бывает, я вижу впервые, чтобы как нашли, как откапывали. Для людей, так сказать, не очень интересующейся историей, то это сродни тюм пружина с кровати СССР. Что тут такого? Но не спешите, друзья, это настоящая кольчуга. Возможно даже воина Киевской Руси. Не факт, конечно, но возможно. Подобные находки не надо пытаться вырвать из земли за какой-то один конец или выбить из них эту самую землю. Даже не надо пытаться на поровне злоды все это размыть. Не надо такого делать. Все равно развернуть, так сказать, ее в рубаху и примерить у вас точно не выйдет. А вот повредить, сломать это запросто. Что с такой находкой можно сделать в наше время? Ну, можно сдать на металлолу. Но это как бы совсем... Еще можно сдать в музей. Обзор кольчуги. Как обещал Диме показать. Нечищенное весело, килограмм 25 километров по лесу. Нес в рюкзаке. Тяжелая находка. Клечки вот здесь. Может что-то есть внутри. Как говорят, что-то туда могли завернуть. Но я видел подобные находки, продаю, соответственно и покупаю. Цена всегда разная, так сказать, от желания владеть. Но никогда не видел меньше тысячи долларов. На хороший прибор точно хватит. Но тут каждый решает сам, как поступить. Так что, друзья, если у вас есть интересная находка, фото или видео к ней, а главное желание поделиться, пишите мне по ссылочкам снизу. Забабахаем для вас видео. Также, если вы что-то нашли, хотите определить или просто пообщаться с поисковиками, ссылка на мою группу тоже есть под этим видео. Мы там часто что-то обсуждаем. Ну или, может, у вас есть находки, которые вы хотите законно обменять на деньги, не знаете, как правильно и где это сделать, тоже пишите мне по ссылочкам снизу. Что-то придумаем. Субтитры создавал DimaTorzok